МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телераду компании Гомель. В студии працует Маргарита Котова. Смотрите в этом выпуске. Самое пяшотное весное свято. Жанчины РГИО напрямают в феншаване с надходящим восьмым соковика. Сегодня вспомнилось 95-го года Алексею Пиманову, удельнику Великой Отчины войны, разведчику от Рада Славны. 270 тонн муки что день и айе новые готовки. Гомель хлебопродукт поширает географию экспорту. А зараз об этом иншим больше подробно. Меньшование чистого сердца. Сегодня у Гомельским палац культуры чугуношников на доходящем же ночным днем ушановый лягом мельчанок. Они представляют самые разные голенные сферы життя. От культуры и эдукации до экономики. Поспехи у працы и активная житевая позиция стали нагодой для того, как кировничество города особисто повеншевало их со святом восьмого соковика. Насыщенная концертная программа, кветки и теплые ширые слова. Усе для их, пригожих и поспеховых. Они того заслуживают. Знаете, хочется пожелать всем нашим гомельчанкам, ну, вернее, сначала хотел бы сказать спасибо им, слова благодарности за их терпение, трудолюбие, за то, что они такой вклад вносят в развитие нашего города. Ну, конечно, пожелать мирного неба, чтобы семейного счастья, наверное, здоровья в это время, это, конечно же, надо. Хорошего здоровья им, их родным и близким. Ну, и всего самого доброго и светлого дня. Подарунок до восьмого соковика. Сегодня 200 женщин профсоюзных активистов Зусе и Гомельской области отправились в Минск на юбилейный концерт группы «Аура» «Любимую не отдают». Наши корреспонденты напередать не сустрелись за одной из удельниц свята, а так само просошились за отправкой делегатов у столицу. Подребязности в наступном сюжете. В областном военкомате Наталья Вербицкая працует 12 годов, а Пошнее 5 – начальником отдела, який займается пытаннями материально-технічного забеспечения военкомата. Кажа, праца цікавая, але вельми отказная. А кроме основной дейности, а маль 10 годов Наталья – профсоюзный лидер областного комиссариату. И тут так само важно быть максимально уважливой и мкнуться вырешить проблемы, з якими звертаются люди. Наприклад, что тычется взаимоотносина у подначальных с наймальником. А часом просто треба выслухать супрацовников и по-сяброску подтримать. Быть лидером профсоюзным очень сложно, потому что жизнь такая стала, наверное, в моральном и психологическом отношении тяжеловатой, и люди приходят с вопросами более личными. Конечно же, обращаются и за юридической помощью, конкретно уже, когда возникают вопросы с нанимателем различного рода, но по большей части просят, конечно, помочь словом. Сонечный день пятницы наполнены радостной пироцветочной метусней. С хвилины на хвилину автобусы отправятся в Минск. Там у Палаца Республики Жанчин шакая подарунок до восьмых языковика. Настрой позитивный, тому дорога на концерт обецая быть худкой и легкой. До того ж компания у столицу собралась саправды колоритная. В составе нашей делегации совершенно различные женщины. Они и общественные активистки, и руководители предприятий, учреждений, организаций, профсоюзные активисты, которые награждены и Орденом Матери, и нагрудными знаками. И поэтому сегодня это очень интересные женщины, которые участвуют и в общественной политической жизни, неравнодушные к своей работе, к своему делу, то, что они делают. Ну а качественно работать, и нужно еще и качественно отдыхать. И сегодня у нас есть такая возможность. Сегодняшняя поездка у Минск – подарунок лепшим злепших. Их активность и отданность своей праце – добрая нагода, к обзарабить для женщин «Незабывное свято». Марина Северьянова, Миколай Скинтиян, Сергей Камков, Евген Макеенко, телерадио «Компания Гомель». Сегодня исполнилось 95-го года Алексею Пиманову, ветерану Великой Отчины войны, разведчику от Рада Славной и человеку, якого ведает каждый гомельчанин. Один из первых, кто повинчевал Алексея Ивановича с юбилеем, старшиня гомельского горвыконкама Петр Кириченко. Мэр города пожадал ему зауседы заставаться активным и житерадостным. Так само ветеран отримал подарунки, среди которых фото с Алексеем Пиманов тримая в руках уласный сдымок часов своей молодости. Сюрприз по-соправдному расчулив мужчину. После Алексея Иванович наведал областный музей военной славы, где для именинника подрыхтовали концертную программу. Повинчевать ветерана собрались опростовники улады громадских объединений в военные. Алексей Пиманов признается, не глядяши на взрослые, ночевая себе молодым и счастливым человеком. Навод поделился рецептом долголетия. Я никогда не сдавался и сдаваться не буду. Это плохо, когда сдается. Сдается, Господь ведет нас всех, 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 всех. Господь нас ведет. Если будешь слушать Господа Бога, там необязательно на показ молиться, можешь тайно молиться, где-то почитать его. Все будет хорошо. Это я вам советую, просто из своего жизненного опыта. Гомельский комбинат хлебопродуктов отправил первую парту муки у Хорватию. На предприемстве не только утромливают активный працонный ритм и забеспечивают продукции белорусские регионы, а и выходят на новые замежные рынки. Зерни, кажут, хопить, до наступного урожаю. Марина Северянова с подробностями. Катерина працует на комбинате хлебопродуктов третий год. Она – технику лаборатории и отказывает за частину зерни. Робит анализы сыра вины, яка идет на млын. Штудеянь треба перебрать по умехам. Зараз, например, специалист вызначает пустозельную примесь. Треба уважливо проглядеть кожная зернятка. У вынеку от этого залежит якость муки. А кроме того, чем меньше сметя, тем дождь заховывается зерня. Работа кропотливая. Нужно проверять качество, отсора отделять, проверять, чтобы в дальнейшем была хорошая мука, мука хорошего качества. А у этой лаборатории своей проверки проходить мука. Контроль ее якости отбывается каждые две годины. Технолог Настасья Крумина вот так малявнише высыпает муку на стол, равняет и оценивает однородность. Потим магнитом вызначает утримание металломагнитной примеси. Затем муку треба проверить на белизну. Вот это, например, высшейшая гагатунка. С лаборатории отправляемся на склад. Тысячи белых мяхов разойдутся вельми худко. Мы находимся на складе готовой продукции. Здесь порядка 2000 тонн муки. Все зависит от текущего спроса. Данного количества достаточно для реализации в течение 20 дней. А кроме белорусских регионов, муку купляют в России, Украине и Молдове. Первая парта 10 тонн отправилась в Хорватию, что день предприемства вырабляет около 270 тонн муки. Я ехапаю, как безперебойно забеспечивать своих покупников. Полову, до речи, набывая гомель хлеб прам. Пять годов тому у филияли пройшла модернизация. И с того часу объемы вырабляемой продукции повеличились прикладно на 10%. Полепшилась и ее якость. Наше предприятие социально ориентировано, поэтому цены на нашу продукцию регулируются государством. Исходя из этого, рентабельность нашего производства невелика, но составляет стабильно 6-7% в год. Предприятие работает стабильно, выпускает качественную продукцию. На Пераде новые планы. У ближайших – модернизация линии фасолки продукции и выпуск новых выработок. Марина Северьянова, Сергей Камков, телерадио «Компания Гомель». На Гомельшине протягивается работа по инвентаризации земель, які после чернобыльской катастрофы были признаны непригодными для господарчего використания. После 35-ти год, после аварии, шмат яких территорий знов можно використовывать для отримания кормов. Наступный материал с Кармянского района. Лишится, что территория сучасного Кармянского района в Першиню была заселена около 20 тысяч годов тому. У его истории были разные периоды, але чернобыльскую катастрофу можно назвать одним из самых трагичных. Практично каждая третья везка была отселена, а с господарчего обороту пришлось вывести амель 17 тысяч гектаров сельгазугодзел. Зараз начался одворотный процесс. Земли, на яких, як минимум, можно вырошивать кармы для живелы, знову начинают выкористовывать. Стоит владеть, потому что у нас сельхозорганизациях не хватает кормовой базы. Также они находятся в некоторых участках промыкающих к возделиям. Ну, целесообразно, то есть используют полностью одним массивом. У господарках таки подоходы вітают. Урештек, абвиплошивать годную зарплату, необходимо працовать с прибытком. Технологии по отриманні чистого мяса с живелы, которые вырошиваются на допущально заброшенных территориях, давно отпрацованы. Значная горшка линьяма кормовой базы. Кормовая база. Нам надо много сеять кукурузы, это полторы тысячи. Плюс, что люцерна, клювера. Достаточно, да. Тем более, что мы в прошлом году нам еще 100 гектар земель бывшего совхоза Кормянске себе забрали, посеяли там кукурузу в прошлом году, а в этом году а зимы посеяны. Конечно, есть, конечно. А чего не должны зарастать товровой? Для того, чтобы уявлять реальную ситуацию, некольки лишь был. После Шарнобильской аварии с господарчика обороту на Гомельшине было выведено больше, как 200 тысяч гектаров. Каля 80% этой территории сегодня займают лясы. Остатние 40 тысяч постоянно доследуются и при умогчимости снова выкористовываются. Процесс довольно складанный и протяглый по часу, а лепры выконанию всех потребований гарантует для насильства беспечное уживание отрыманной тут продукции. При том, что все доследования и узгоднения проводятся за державную кошту в рамках Чарнобыльской программы. Любая организация на территории, которая находится эти земли, они могут подавать заявление соответствующее в райисполком и начинать процедуру вывода. Впоследствии организуется агрохимическое и радиологическое обследование этих участков и документы подаются в департамент по ликвидации последствий катастрофы. Департамент, в свою очередь, получает заключение Министерство природных ресурсов, Министерство сельского хозяйства, Министерство лесного хозяйства в случае необходимости, Министерство здравоохранения в обязательном порядке и документы подадутся в совмин. Вот таким образом уже порядка 16,5 тысяч гектар с момента аварии введено. Олег Санцеров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, Телерадо, компания «Гомель», Кармянский район. До речи зоны радиоцинного забружения селета введены 64 населенные пункты самобуйных, город Речица. Чему принято такое решение и как оно повплывает на життя мясового насельства? Про это недельное интервью в программе «Новины ты дня». Гость туда и начальник управления жилево-коммунальной господарки и по проблемах ликвидации наступства катастрофы на Чарнобыльской аэс-Абл-Ваканкама Дмитрий Рудковский. Глядите на Беларусь-Шатыры, Гомель, с 7-го Саковика у 16 и 20 годин. У субботу, 6-го Саковика, жахары региона смогутся адресовать свои пытания проставникам мясовой улады. У Гомельским Абл-Ваканкаме правую линию проведе наместник-старшине Андрей Барановский. Звернуться до его можно по номеру 33-12-37. Звернуться до Хамельшан приеме першинаместник-старшине Александр Германов. Телефон для совести 33-09-59. Час работы промахлинии с 9 ранницы до полдня. Место концентрации соправданных таллинтов. Мазырский центр творчества детей и молодей переживает новый этап своей истории. Некольки месяцев тому во установе завершился капитальный ремонт. Одновленные помешкания и новые сучасные обсталявания дозволили наставникам и их вушням с подвойной энергией приступить до занятков. Дмитрий Котов протягнет. Будинок по улице Ленинской уникальный. Это помник архитектуры побудованный в 1901 году. Амаль праспал с того годя тут был открытый первый дом пионеров в Беларуси. С того момента будинок стал постоянным местом сустры талиновитой молоди. В 2019 году было принято решение о проведении капитального ремонта. Работы вялися больше за год. Уведь в этот час приходилось займаться в довольно стиснутых умовах в выделенных кабинетах установок эдукации. Однако, рыху потерпеть пришлось а не с дарма. После завершения модернизации Центр творчества детей и молоди было не познать. У новых, больше комфортных умовах наставникам и их вушням стало працевать значительно зручней. Поскольку это здание только недавно открылось и у нас не было возможности рисовать именно в таких условиях за мольбертами, в изостудии, это у нас как бы сейчас вот такое начало можно сказать такой деятельности. В основном мы работали на базе 16-й школы за партами и занятия у нас проходили в виде урока. Естественно, здесь совершенно другой уже формат. Мазырский Центр Творчести Детей и Молоди соправданная скарбница талентов. Наученцы отточивают свои навыки, не шкодующие часу и сил, бо сюды приходят самые метанакированные. У Центра займаются больше за 2000 детей. Иснуе коля 130 объединений по интересах. Самые популярные выявленшие мастерства, журналистика, хореография, вокал. В Центр Творчества Мозырский мы ходим уже на протяжении года. Занимаемся музыкой, развиваемся в плане группы, в плане выступлений на больших сценах нашего города. Также хотим завоевывать сердца наших зрителей. Вообще Мозырский Центр Творчества предоставил нам огромную возможность развиваться в плане музыки, в плане самого творчества и в плане наших концертов. Новоселье означали не только у будинку по улице Ленинской. В 2019 году Центру Творчества был выделен Яши-1 по улице Саета. Тут так само отбылся капитальный ремонт. Даже с появлением новых помешканий открылись и новые горизонты. из новых направлений очень востребованным является модельная школа, которая у нас появилась, а также военно-патриотическое направление. И в будущем уже когда созданы условия, когда есть помещение, когда есть аудитория, когда есть необходимое оборудование, мы, конечно же, мечтаем привлекать современных педагогов уже с интересными видами творчества, которых еще нигде нету. В Мазырском центре творчества добро ведут, как раскрыть талинты своих наученцев. Подсвержение этому перемоги на шмат творческих споборницах в том лику международного узровням. Нема сомнения, что при высокем творческом потенциале и створенных умовах для занятков юные мазырани и далее будут покарать новые вершины, уславляющие свой родный регион. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания Гомель с Мазыра. Это и другие новинные информации о проектах телерадиокомпании Гомель вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by На этом выпуске завершено. Всего доброго и до встречи в эфире. Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто в студии Николай Скинтиян. Здравствуйте. Минувшей ночью в Ветковском районе на пожаре погибли два брата. Младшему было 10 лет. Около двух часов ночи поступило сообщение о пожаре жилого дома в агрогородке Светиловичи. Спасатели прибыли на место происшествия через три минуты после вызова. Но дом уже был полностью охвачен огнем. В нем жила семья с тремя детьми. Ночью средний сын подросток проснулся, почувствовал запах дыма и начал будить родителей, которые спали в соседней комнате. Втроем они выбрались на улицу. Отец пытался вернуться в дом, чтобы спасти двоих сыновей, но не смог. В коридоре на полу сотрудники МЧС обнаружили тело старшего сына 2000 года рождения, а в комнате погибшего 10-летнего ребенка. Пожар ликвидирован спасателями, причина устанавливается. Основная версия – неосторожное обращение с огнем при курении. Сотрудники Ветковского районного отдела Следственного комитета проводят проверку. В Гомеле сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью создателя, владельца и администратора дворового телеграм-канала и групп деструктивной направленности. В чатах публиковали призывы к маршам, протестам, а также распространяли сведения о силовиках. Сам уроженец Гомеля ранее не судим, а работает программистом. В отношении него составлены административные протоколы. Правоохранители также прекратили работу деструктивных каналов и групп. ГАИ усилит контроль за нетрезвыми водителями в предпраздничные и выходные дни. Несмотря на принимаемые меры, подобные происшествия остаются актуальной проблемой в регионе. За первые два месяца года выявлено более 350 водителей, которые управляли транспортом в состоянии алкогольного опьянения. По их вине уже произошли два ДТП, в которых два человека получили травмы. С целью пресечения подобных фактов в ближайшие дни на территории области будут проводиться профилактические отработки автодорог и улиц. Сотрудники ГАИ и милиции общественной безопасности будут выявлять грубые нарушения правил, а также вести контроль за состоянием водителей. Госавтоинспекция настоятельно просит всех неравнодушных сообщать по номеру 102, если вы увидели, как нетрезвый водитель садится за руль или пешеход идет по проезжей части. Возможно, своим звонком вы спасете жизнь этому человеку, а также другим участникам дорожного движения. Это все новости на сегодня. Оставайтесь на Беларусь 4. Я Николай Скинтиян. Благодарю за внимание. Берегите себя. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Жлобинский металлург уезжает из Молодечны с двумя победами. Состоялись вторые поединки четвертьфинальных серий чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге. В каждом из периодов болельщики увидели по одному взятию ворот. Первыми голевой атаку провели Динамо, в цене отличился Суворов. Во втором периоде угольников цифры на табло сравнял. В третьем победу гостям принес точный бросок Ефименко 2-1. Серия Динамо Металлург переезжает в Жлобин при счете 2-0 в пользу Столеваров. А вот в противостоянии Гомеля и Немана паритет Гродненская дружина во втором матче уверенно обыграла Рыси и на их льду. На пять гостевых шайб хозяева ответили лишь одним голевым броском Хузеева. Теперь команды дважды встретятся в Гродно и потом точно вернутся в Гомель. В других сериях Юность выигрывает у Бреста 2-0. Шахтер выиграл два стартовых матча у Химика. Продолжится четвертьфинальное противостояние седьмого и восьмого марта. Реческий спутник сыграл в ничью с Муромом из третьего по силе дивизиона чемпионата России по футболу. Товарищеский поединок проходил в крытом футбольном манеже стадиона Луч в Гомеле и завершился со счетом 1-1. Российский клуб сейчас находится в нашем областном центре на учебно-тренировочном сборе. Завтра Мурому предстоит игра с Гомелем начало в 15.30. Дуэль лидера в Гомеле БНТУ Бела с очным поединком подведут черту по третьим кругам чемпионата страны по гонболу среди женских команд. В нынешнем сезоне соперники играли между собой дважды и имеют в активе по одной победе. Причем обыгрывали оппонента команды каждый раз с большим преимуществом. Нынешняя встреча пройдет в Минске завтра начало в 14.00. Медиатрансляция будет доступна на сайте Белорусской Федерации Гандбола. Завтра решится судьба путевки в полуфинал чемпионата Беларуси по волейболу среди женских команд. В противостоянии Жемчужины Полесье и Минчанке 2 паритет 2-2. Решающий пятый матч состоится в Мозере на Полесье арене начало в 16.30. В первой лиге мужского чемпионата завтра играют все представители Гомеля. С душер энергии отправятся в гости к Оршанскому взлету. В Гомеле в локомотиве сойдутся Бумпром и Газовик. Начало Гомельского дерби в 19.00. В Жлобинском Цоре завершилось первенство области по волейболу среди девушек в возрасте 16 лет и моложе. Участие принимали четыре команды. Победу в состязаниях одержали хозяйки арены Жлобинчанки. На втором месте команда Мозере, на третьем волейболистки из Кармы, на четвертом команда Гомельского района. В Гомеле собрались сильнейшие юные фехтовальщики со всей страны. В спорткомплексе на улице Портовой стартовал 13-й открытый областной турнир Клинки-Полесье. В списке участников 150 спортсменов из всех регионов Беларуси, за исключением Витебской области. Сильнейших выявляют в трех возрастных категориях 11 лет и моложе, 13 лет и моложе и 15 лет и моложе. Клинки-Полесье для юных фехтовальщиков главная проба сил перед грядущими стартами. Клинки-Полесье являются соревнованиями. Мы готовимся к Олимпийским дням молодежи, который состоится через две недели. Это является репетиция генеральная к этим стартам. Сегодня награды разыграли юноши. Девушки вступят в борьбу. Завтра. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.